значит как получается получается что вот это вот это просто сами стенки прозрачный фон а это это та самая пена то есть пена это совсем отдельный игровой элемент вот соответственно это я с помощью редактора вот этого вот gimp сделал вот но фотошопе как бы я думаю то же самое можно сделать вот дальше соответственно вот эта вот программа для создания самих тел вот но дело в том что я сейчас нашел версию какую-то поставил она старая и она не поддерживает этот наш самый движок and engine вот поэтому версия должна быть 1.09 значит что тут вот адд спрайт есть такая такая вещь вот я маленько не в windows я маленького в linux поэтому здесь у меня маленько убого выглядит вот соответственно надо выбрать исходное изображение сейчас я найду папку проекта вот они вот он уровень 1 есть такой инструмент вот здесь наверху tracker вот он сейчас по умолчанию с такими параметрами мы возможно эти параметры нам следует изменять триратность там всякое это количество полигонов которые будут появляться при праве при общете тела контура вот сейчас он просчитал вот эти вот точки от вершины их принципе можно редактировать 9 но это в нашем случае не нужно и вторая стенка вот дальше соответственно добавляю самую пену то же самое окей окей следующий момент вот здесь вот есть параметры некоторые должно значит быть в экспорте вот этот end engine экспорт xml обязательно то есть тут дофига всяких есть я так понимаю то что это для различных графических движков но вот нужен именно этот значит следующий момент вот здесь вот параметры есть если тело динамическое то есть перемещается по экрану то галочка должна быть так как у нас это все стенки галочки не здесь не должно быть не на пене не должно быть следующий момент вот это вот это я не знаю вообще если честно что это такое вот оно и и и и и и пусть не трогается дальше что делаю дальше делаю дальше делаю вот здесь вот есть паблиш паблиш раз соответственно здесь тип файлов xml ну дальше куда-нибудь сохраняю я сохраню прям сразу в проект так вот здесь вот сам проект вот есть такая папка у меня шейп из вот сюда файл существует заменить ну соответственно у меня эта штука она не зарегистрирован ни хрена вполне возможно то что есть где-нибудь крик может быть кряка нет не знаю какие ограничения опять же на эту версию свободно не знаю сколько стоит можно нажать посмотреть сколько стоит ох стоит как бутылка виски ладно значит что тут у нас это я не кто-то нажал дальше вот он сейчас по идее что такое сохранил я в свою очередь что делаю я свою очередь делаю вот это у меня один есть файл во первых рефрешем и сделаем рефреш а дальше этот файл просто тупо попробую открыть посмотреть вот что значит здесь он мне говорит то что у нас два тела есть там вот наша пена и наши стенки вот первое тело с именем левел один не динамическая бла 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 и дальше пошли описание координат раз два отлично дальше вот у нас это самая пена ну я так вот назвал на самом деле на оригинальное специальное вот ну вроде вроде бы все здесь хорошо дальше я возьму сейчас и отправлю на выгрузку на телефон вот он запуск пошел чтобы убедиться что она действительно сейчас обработала картинки и края соответствует краю то есть ничего при переворачивать как я тогда говорил не надо потому что я взял и и в свою очередь сам так сказать разобрался как сделать так чтобы камера была вертикальна ну вообще в принципе то нормально вроде как выглядит вот еще один момент который я не знаю как так как быть вот заключается в том что вот здесь вот видишь получается я создал один ток файл вот и в этом файле описание первого уровня и пены к первому уровню то есть объект который является финишем вот я не знаю надо ли делать каждый уровень в отдельном файле или же вот здесь да level 1 level 2 дальше я беру там выбираю значит это самый следующий уровень следующий уровень следующий уровень так он у меня где то вот здесь вот должно быть то что тогда было получено а не здесь в корень должен быть вот вот здесь ну допустим вот этот видишь то что у тебя по-русски были названия файлов а из-за этого я здесь их открыть не могу потому что неправильно кодирую вот поэтому пожалуйста файл сохраняй в или английские буквы пиши или цифры если там уже лучше английскими буквами пользоваться потому что английский язык это ну основной язык видишь он начинает ругаться тоже ни хрена открыть не может вот но в принципе можно взять попробовать попробовать что сделать попробовать взять и рукопашное поменять так рукопашное это надо значит взять скрытые файлы все скрыть вот это наша папочка ну допустим вот этот вот не этот плохо я взял лучше вот этот ну и соответственно что-то ни хрена не получается но это это Вполне возможно, что вот это назвать как уровень 2 и, соответственно, сделать полный список по всем уровням. Но я не уверен в том, что загрузка всех уровней сразу будет достаточно быстрая. Вот. Поэтому давай сделаем как? Сделаем, например, для начала 10 уровней и загрузим их в одну, так сказать, вот эту вот штуковину. Сюда вот в этот один список и, соответственно, сделаем экспорт в один файл. То есть каждый уровень будет состоять из, так сказать, набора стенок, из местоположения пены и там у тебя какие-то телепорты были, ты придумал, вот. Ну и какие-то вот такие вот вещи тоже там посвященные телепортам и прочим игровым объектам, вот. Ну, собственно, все. Пока.